Август. Дачный сезон плавно выходит на финишную прямую, на грядках спеет урожай, а это значит, что мы трудились не напрасно. Здравствуйте, с вами Александра Вениченко и программа «Сады и огороды Приморья». В этом выпуске узнаем, чем могут обернуться советы о покупке дачи, зачем на грядках подоконники и как шляпа влияет на урожай. Об этом нам расскажут члены СНТ «Ландыш-1», куда мы сегодня едем в гости. С камерой, с оператором Денисом Фадеевым и нашей походной ложечкой, которая всегда с собой. Герои нашего первого сюжета Людмила и Владимир Москаленко не думали становиться дачниками. В Сиреневку в СНТ «Ландыш» их позвали дети, чтобы посоветоваться, стоит ли покупать заросшую дачу с болотом и домиком, ушедшим в землю. Владимир и Людмила решили, если детей потянуло к земле, зачем отговаривать? Опять-таки, купят дачу, не откажут родителям и выделят маленькую грядочку под картошку. В результате и картофельная грядочка, и все шесть соток земли, и осушение болота, реконструкция дома легли на плечи родителей. И об этом никто не жалеет. Ну, молодежь сейчас вся занята, работает, поэтому им некогда сюда приезжать. Так, иногда вызовешь что-нибудь, какие-то сложные работы сделать, вот зять помогает, сварочные работы сделать кое-какие. Поэтому, ну, иногда помогают нам, но к агороду уже не прикасаются. А кто обшивал дом сайдинга? Ну, это я сам вместе с супругой. Она поддерживала здесь, уровень придерживала, а я уже выпиливал и прикручивал. Ну, вот то, что вот дом откопали, приподняли, и пришлось скальником выложить так, чтобы земля не ехала на дом. При раскорчевке дачного участка очень много у нас было камня. Причем камень такой вот плоский, ну, не выбрасывайте куда-то, пришлось нам придумать и вот выложить отмосточку перед домом. Немножко щебеночкой расклинцевали и сделали. И сейчас, когда дождь идет, по крайней мере, здесь уже грязи нету, спокойно ходит в чистой обуви. Ну, как сказала моя супруга, что пять лет назад мы приобрели дачный участок, который был очень длительное время заброшенный. Ну, естественно, было заросшее, и наш дом был, домик здесь был замыт землей. И пришлось откапывать нам его, поднимать на фундамент, полностью менять полы, менять крышу. В итоге мы, приложив усилия, красивый отделочный материал, сделали его так, довольно-таки приличным и уютным. В это лето нас радуют розы. Просто вот семь было, одна вот уже опала. Такие красавицы, вот таких не было еще роз. Ну, картошка для пользы, а это для красоты. Встаешь утром, смотришь на эту красоту, и сердце радуется. У нас в этом году радует нас чеснок. Я вам покажу, какой, ну, вот любой можно. Вот вытяну оттуда, где мне не видно. Вот такой вырастили чеснок. Конечно, в этом году он нас порадовал. В прошлом году получилось так, что весь август слили дожди. Ну, естественно, пришла фитофтора, хотя и брызгали всякой там химией, ничего не помогло, и 70 килограмм помидор, все ушло в компост. Практически. Два больших первых помидора сняли, только успели съесть, и все на этом законе. А в этом году уже пришлось вот нам купить парничок, вернее, тепличку, ну, чтобы в теплице посадить. Ну, пока вот, пока радует. Радует. Вот и наши помидоры, которые уже готовятся к созреванию. Вот первый сорт – это здесь тяжеловес Сибири. Второй ряд там у нас ближе – это Алсу называется. Здесь вот розовый мед и еще вельможа. Ну, урожай намного лучше. Вот рядышком там у нас еще помидоры на улице, те же самые сорта. И получилось так, что эти помидоры вот практически здесь выше по 2 метра высотой, вот уже пришлось выстригать их. А на улице сантиметров 60-70 они стоят. Мы не утруждаемся на этой даче. Вот сейчас, когда вот уже все сделано, просто вот иногда чем заняться, нечем заняться. Правда, у нас здесь и телевизор есть, это 20 программ достаточно. Заборов нет у нас здесь. Здесь, на наших участках, никто не огораживается друг от друга. Живем одной семьей, можно сказать. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В начале августа вышел очередной четвертый номер журнала. В нем, как всегда, 68 страниц полезной информации. А я советую в первую очередь открыть страницы 35-36. Здесь материал про баковые смеси для защиты растений от болезней и вредителей. Кстати, про урожай. Он зависит от погоды, от обработок, от качества семян. Хотя, есть и другое мнение. Дачница Нина Галанина убеждена, что все дело в шляпе. Когда-то председатель Сентеландыш-1 водил на ее грядки экскурсии, чтобы показать, как не надо сажать огород. А сегодня Нина Васильевна – самый опытный огородник товарищества. В общем, давайте разбираться, при чем тут шляпа. Это необыкновенно, когда рвешь свой труд, видишь, умиление непередаваемое. В этом году у меня удачно получился лучок. Я, в общем-то, сделала эксперимент своеобразный. Посадила его осенью под зиму. А другую часть лука посадила весной. Совершенно разные вещи оказались. Тот, который посадила под зиму, он, вот смотрите сами, крупный, хороший. А тот немножечко все-таки отстает от роста вот этого лука. Дачей я занимаюсь с 33 лет. Нынче мне будет 82. Да, вот, буквально через три месяца. Поэтому я работала очень долго, до 74 лет. А вот последние два года я занимаюсь вот огородом. Поскольку сад погиб уже от возраста, надо новый. И я в плане держу это. Вот. Хочу прожить 101 год. Ну, 100 и плюс 1 на всякий случай. Все ваши соседи знают вашу шляпу. Да. Вот у нее своя история особенно. Ну-ка, расскажите. Дело в том, что эта шляпа-талисман. И когда я ее не одеваю, то получается не то, что надо. И я ее одеваю в любую погоду. Она у меня даже вся в дырочках. Но я ее очень люблю и знаю, что она мне принесет добрый урожай. Без нее я никуда. Сколько лет вашей шляпе? Ой, вы знаете, мне трудно сосчитать. Потому что, учитывая, что я тут вот 48 лет, но ей лет 30, это точно. Откуда взялась эта чудесная шляпа? Эту шляпу подарил мне мой знакомый. Раньше много очень ко мне приходили на дачу знакомых. Ну, помоложе были. И он мне подарил ее. Действительно сказал, что эта шляпа принесет тебе добрые дела на твоих грядках. Поэтому вот 30 лет где-то моей шляпе. По тем временам, мне было 33 года, и был такой вот бум, что все, всем наделяли вот эти шесть. А учитывая, что у нас отдаленность, нам восемь соток наделили. Вот. И, как и все, я даже год пропустила, не хотела. Но мне поставили условие. Либо ты уже отказываешься, либо ты идешь. И дача, вы знаете, ведь дача – это живой уголок здоровья. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». А еще у журнала есть свой сайт – sadprim.ru. Войти на сайт можно по QR-коду на обложке журнала прямо с телефона. На сайте в разделе «Видео» есть все выпуски нашей программы, а свежий номер можно приобрести в садовых магазинах, киосках прессы и отделениях почты. Сегодня нас пригласили в СНТ «Ландыш-1». Отправляемся в гости к Татьяне Абдуловой. На ее участке растут не только капуста, помидоры и огурцы, но еще и пряные травы. Это у меня не просто заросли. Это у меня травка, которая называется лафант. Тоже одна из лечебных травок, которую мы также добавляем в чай. Тоже очень ароматная. Она, с одной стороны, и многолетнее растение, и также сеется. Потом тоже мы ее собираем семенами. Рассеивается ветерок подулый. Потом по грядочкам собираем. Но тоже очень-очень. Тоже у нас практически все соседи уже снабжены этими растениями ароматными. Вот лафант у меня рассеялся по огороду. Но мне его жалко все-таки убирать. Вообще здесь у меня растет мята. Еще один вид мяты. Вот тоже ароматы, конечно, необыкновенные. Также вот у меня одна из травок, которых я очень люблю – это душица. Правда, я уже немножко ее посрезала. Мы тут чаек пили, и соседей тоже угостила. Над ней тоже также очень много пчел, так как у нее свой особенный тоже аромат. Также это вот лекарственные травки. Очень много бабочек было над ней. Прям просто настолько букет был красивый с бабочками. И сами цветы вот эти. Также вот шалфей рядышком на моей грядочке тут. Зверобой вот у нас уже один отцвел вид у меня. И вот начинает еще цвести зверобой. Правда, вот только-только начинает еще в бутончиках. Ну а это вот, вот эти вот растения у меня. Чебрец, душица – это, в принципе, противопростудные мыса. Смородиной бывает, их тоже завариваем листьями смородины. И вот оно от простудки очень хорошо. Татьяна, вообще на что делаете? Вот что для вас важнее всего на даче? Ой, да на даче с самого утра просыпаешься, солнце, птицы поют. Это настолько вот такие ощущения классные. Дома так не отдыхаешь. Вот нет того. А здесь просыпаешься, солнышко в окошко, птицы поют. Птицы начинают петь вот в начале шестого. И ты уже просыпаешься, отдохнувший. Речка рядышком. Также купаемся в реке. Это вот настолько такие ощущения классные. Приобретаешь новые какие-то навыки. Тут и дорожку сам делал. Правда, дорожки уже вот много лет. Ну, я и дорожку начинала делать эту. Потом муж подхватил, потому что, ну, вот как-то так получилось у нас. Вот. Освоила я кашу. И ручной кашу я кашу, и электрокосой я кашу. Приходится и соседние вот участки тоже немножко покашивать, потому что соседей нет. А хочется тоже, чтобы светло было, легко. Вот. Поэтому для меня дача – это такая большая отдушина. Вообще люблю общение у нас тут с соседями. Ну, вообще, конечно, очень здорово. Ну, а также витамины, солнце, воздух, вода. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Я напоминаю, что в августе вышел очередной номер журнала. Если вы внимательно его прочитаете, узнаете, как выиграть призы в кулинарном конкурсе. А мы продолжаем нашу экскурсию по СНТ «Ландыш-1», куда нас пригласили в гости и даже провели специальный мастер-класс. Вот вырастет у вас целая куча яблок, а корзины, куда сложить урожай, нет. Точнее, не было, потому что председатель СНТ Галина Реутова научит и корзины плести, и делать декор для дома и дачи. Это ремонтантная клубника сорт «Тристан». Цветет и бладоносит она у нас практически до заморозков. То есть все лето можно, приехав на дачу, полакомиться ягодой. Грядки из подоконников сделаны, купленные в оконных компаниях и распиленные по размеру муж собирал сам. Очень удобно, потому что, во-первых, на ней можно и присесть, она не гниет, не заводятся там никакие жуки и муравьи в самих грядочках. Ну, нам очень нравится муж. Это ему пришла идея сделать. В прошлом году он мне сделал две грядочки всего. Вот мы начали вот с этих двух с клубникой. А в этом году мы продолжили и сделали еще остальные. Видите, даже покупали обрезки подоконников и делали вот маленькие грядочки под цветы. Ну, мне очень нравится и хочу продолжить на следующий год. Конечно, очень удобно. Можно купить, конечно, обрезки, неликвиды. То, что остается у оконной компании, это будет даже дешевле. Вот. Потому что, говорю, сравнив шифер и подоконники, я выбрала бы подоконники. И по цене, и по качеству. И по удобству. Высокая грядка. Присесть всегда можно. Но очень удобно. Главное, что шифер режется со временем, крошится. Здесь вы не порежетесь. Бортик закругленный. Я говорю, я рекомендую всем. Потому что я настолько ими довольна. Вот. Очень. Три или четыре сорта. Три, по-моему, ремонтантной клубники. Вот можно посмотреть, вот висят прямо ягоды. Поскольку мы любители, на даче мы бываем, в лучшем случае, раз-два в неделю. И у нас нет цели высоких урожаев. Но полакомиться всегда. Очень хорошо, кстати, чувствует себя лук именно в таких грядках. Вот не могу сказать, о чем секрет. Высокая грядка, либо как-то подоконник его. Но лук на редкость в этом году, на редкость в этом году, в общем-то, удался. Именно в этой грядке. Поскольку я очень люблю джинсовую ткань, и всегда рука не поднимается выбросить джинсы, которые у нас уже пришли, вышли из моды или там не по размеру. И я решила шить себе вот такой вот дачный жакет. Это джинсы. Несколько пар. Собранные, вырезанные, там, кусками сшитые. И, в принципе, собранные вот в такую вот вещь. Вот могу вам показать. Это полностью старые джинсы. Вот такая вот вторая жизнь джинсовых вещей. Очень комфортно. Джинса – ткань такая, которая дышит, она натуральная. И удобно мне, удобно количество карманов, которые я вот сделала, прям просто вырезала из джинсов и пришивала уже на свои детали. Я, во-первых, могу положить сюда много разных инструментов, приспособлений. То, что там ходишь по участку, да, всегда под рукой. И, конечно, за счет того, что вещь широкая, я могу, когда похолодает, одеть свитер вниз. И, в общем-то, она получается универсальной. То есть дачная жизнь зимой у вас не... Возвращается. Нет, нет, конечно, нет. Даже не потому, что я председатель и хожу на лекции, да, учусь, продолжаю. А потому что сразу планы, проекты, что нужно сделать к сезону, сшить себе какую-то обновку, приготовить из тех же джинс какие-то пледики, еще что-то. Это все в проекте, целая стопка джинсов готова для дальнейшего творчества. Но это, конечно, все зимой. Еще я занимаюсь, вот сейчас новое для себя открыло хобби, плетением из бумажных трубочек. Опять-таки, цель была тоже украсить свой дачный домик. Хочу сделать себе различные, не только украшения, но чтобы можно было, допустим, подложки, подставку, какие-то инструменты, вот красивые плетеные изделия. Повесить на стены, поставить на стол, пользоваться, просто пользоваться на даче постоянно. Поскольку они оказались очень приятными и прочными, я для себя оценила качество, простоту изготовления, и вот рекомендую, и даже учу соседей. Мы в жару сильную на даче сидим и плетем. Напоминаю, что в августе вышел новый номер журнала. На третьей странице вы можете прочитать. Огороды и сады дарят летние плоды. Что вкуснее всего на свете? Мы расскажем вам в рецепте. Это обращение ко всем читателям журнала. Присылайте свои рецепты на электронную почту по адресу сады-огороды собакамейл.ру. Лучшие рецепты будут опубликованы в октябрьском номере журнала, а их авторы получат призы от спонсоров. Есть только одно условие. Рецепты должны быть не простые, а дачные. Пример – рецепт блюда из кабачков или пирога со смородиной, который мы пробовали в СНТ «Ландыш-1». Я здесь на даче, в принципе, 50 лет, поскольку с родителями ребенком сюда приехала. Стоял за домами большой стол, стояла печка. Все соседи всегда собирались, готовили, вместе кушали. Это заведено. Вот у нас традиция, когда выходные, обязательно кушаем вместе, чай пьем. Это заведено. Чей рецепт кабачков? Нина Васильевна. Старейшая дачница. Ага, рассказывайте ваш рецепт. Рецепт очень простой. Все продукты рядом с нами. Особенно в конце июля и в августе. Обжариваем на сковородочке сначала кабачки, затем лук, затем морковочку, перцы и помидорки. А затем заливаем это все томатным соусом. Все хорошо томим. И блюдо, пожалуйста, готово для всех. Очень просто, дешево. Вы все соседи научили. Ну, поскольку я старейший человек, поэтому... Им приходится у вас учиться. Так, Татьяна, а вы рассказывайте про пирог, про ваш. Давайте. Пирог 4 стакана называется. Есть в интернете. Ну, печем мы вот уже, наверное, третий раз его. Понравился нам со смородиной, с черной. 4 стакана. Манка, мука, сахар, кефир, соду. И полстакана растительного масла. Все перемешали без яиц, без ничего. Все перемешали. Наливаем половину теста. Вот. Ну, мы в чудо-печке делаем, в духовочке есть тоже. Налили смородинку сверху. Смородину в крахмале лучше, конечно. Бля, чтобы сок лишний немножечко она убрала. Вот и сверху тестом. Ну, выглядит очень непросто. И просто замечательно. И очень вкусно. Вручалочка такая. И когда тебе соседка несет к чаю вот этот пирог, утром, представляете, к завтраку, это просто потрясающе. Что? Можно пробовать. Просто тает, да. Ягода сорвана с куста сразу. Сразу идет в пирог. Вообще потрясающе. На этом нам пора прощаться. В следующий раз встречаемся в сентябре. Смотрите выпуски нашей программы, заходите на сайт setprim.ru, читайте журнал. А если мы у вас еще не были, зовите в гости. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...